Квант. В прошлом году была опубликована статья, называется так, «Космология Фридмана». Это первый и второй номер за прошлый год. Можете прочитать его, посмотреть. В 1915 году Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности. Там 10 довольно сложных дифференциальных уровней. А в 1922 году Петербургский Петроградский физик Александр Александрович Фридман получил некоторые следствия из этих уравнений, написал два уравнения, которые описывают рождение, жизнь и смерть всей Вселенной. Это знаменитые уравнения Фридмана. Знаменитые уравнения Фридмана. Что значит дифференциальное уравнение? Я попытался рассказать о дифференциальном уравнении, используя вот эту картину. Значит, дифференциальное уравнение, в механике скажем, это то уравнение, которое связывает функцию и ее производную. А если сказать более доступно для вас, это уравнение, которое связывает координату и скорость. Потому что, можно так сказать, по образу. Производная это скорость. Функция это одно. У функции есть производная, но производная это скорость. Так вот, есть уравнения, которые связывают координату и скорость. И вот сейчас я напишу вам уравнение Фридмана, которое связывает координату и скорость. Координату и скорость. А мы с вами знаем, насколько полезно рассматривать связь, зависимость между координатой и скоростью. Вот здесь, рисуя этот фазовый портрет, мы именно и следили за тем, как связана скорость и координаты. Итак, уравнение Фридмана. Есть космология. Детали вы можете прочитать в квартире, но там это рассказано с позиции энергии. А я же сейчас то же самое вам расскажу с позиции фазового портрета. Так, и еще такой вопрос. Вы не в курсе, как, вот что происходит с нашей Вселенной сейчас? Вот она расширяется, сжимается или остается? Расширяется. 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 Как вот сейчас? Расширяется. Да, вот Вселенная расширяется. Это установили с помощью эффекта Доплера, по сути дела. Хаббл установил и так далее. Значит, наша Вселенная вот так вот расширяется. Не будут даваться детали. Так вот, уравнение, которое нам объяснит эволюцию Вселенной. Пишу это. Р штрик в квадрате равняется минус С квадрат плюс лямбда разделить на 3. Р квадрат плюс А разделить на Р. Здесь С это скорость света, лямбда космологическая постоянная, которую ввел на 4, а еще одна постоянная, которая через что-то нам выражается, не будут даваться детали. Расширяется только отмечу, что С, лямбда и А это постоянные величины. Постоянные величины. А Р это радиус Вселенной. Так, радиус Вселенной. Видим Вселенную. Радиус Вселенной. Значит, предполагается, что наша Вселенная это поверхность четырехмерной сферы. Р. Не старайтесь сейчас разобраться, что это и так далее. Возьмете журнал, почитаете текст, еще, кстати, вникните куда-то еще, посмотрите в какие-то другие источники. Давайте сосредоточимся в том, что Р это радиус нашего мира, всей Вселенной. Так, здесь такой вот значок. Значит, Р зависит от Т. От времени. Радиус зависит от времени. Ну, вот эволюция, скажем, человек родился, у него рост такой, потом растет, растет. Потом говорят, что в старости рост уменьшается у человека, потому что там позвонки проседают, или диски позвоночные проседают. Ну, в общем, эволюция какая-то, да? Значит, радиус нашей Вселенной зависит от времени. Если так, то тогда это уравнение можно записать в более простом виде. Давайте, я так запишу, Р в 4 в квадрате равняется минус С плюс Р в квадрате плюс 1 на Р. Ну, вы скажете, здесь были такие коэффициенты, здесь такие коэффициенты. Это не принципиально. Это все можно и сесть в рефициенте на работу. Ну, так проще просто писать. Заметно времени и так далее. Это не принципиально. Непонятно ничего. Там был С квадрат, теперь стал просто С. Это еще почему? Так, здесь Р в квадрате. Ну, С это круглая постоянно. Давайте, потому что так, минус С. Минус С. Хорошо. Хорошо. Теперь надо объяснить, что такое Р штрих. Вот Р штрих – это скорость изменения Р. Ну, скорость всех представляют. Автобус едет, расстояние определенное С. Вот производные пути С по времени – это скорость. Что еще более, как мне кажется, упростить восприятие. Я запишу так. Скорость в квадрате равняется минус К плюс Р в квадрате плюс 1 на Р. Значит, В – это скорость изменения Р. Вот моя основа. Значит, вы заметили, наверное, что у нас сегодня было, в общем-то, такой формульной математики мало, да? Мы не уловнили, никакие не решали. Здесь вообще была неиментная картинка. Рисовали. Здесь вот, спасибо Александру Васильевичу, нас все-таки вернуло по математике, мы тут доказали, что получаем все окружности. А вот сейчас начнется школьная математика. Всем понятная школьная математика. Смотрите. Здесь мы рисовали линии, которые связывают скорость, координату, ну, это была глава Куба, и скорость. Согласитесь, это было просто вот здесь, это элемент. Доступно? Да. Доступно. Вот точно так же мы сейчас с вами попробуем разобраться и с этим уравнением ритма. Для этого нам надо будет построить графики вот этих функций. Здесь К-произгольное-постоянное. К-произгольное-постоянное. Так, начинаем строить. Построим график этой функции, или графики этих функций, их много, на плоскости РВ. РВ как этап в том предмете, с которого начинался наш сегодняшний разговор. Для этого расходлив вспомогательную функцию. И равняется Р квадрат плюс один делит на Р. Скажите, руки, пожалуйста, поднимите, кто исследовал из вас функции с помощью производной? Так, ну немногие, немногие. Тот, кто знает производную, может исследовать эту функцию с помощью производной. А для остальных я просто расскажу основные моменты. Правоподобные рассуждения сейчас пойдут. Итак, мы арисуем график этой функции в плоскости РВ. Р квадрат, конечно, вот это 0. Значит, при больших Р, наша функция похожа на Р квадрат. Вот параболы, я нарисовал кусок параболы. Теперь, пусть Р примерно 0. Очень маленькая величина. Тогда Р примерно что? 1 Р. Конечно, Р квадрат ничтожно пренебрегаем. А здесь Р на Р. Это тоже знакомая функция. То есть, гиперболы. Значит, график идет вот так, как гиперболы. Теперь возникает вопрос, как они тут пересекаются. Вот. Варианты такие вот так вот пересекаются. Соединяются, склеиваются, как говорят математики. То есть, вот одна точка минимума. Если тут может быть вот такая вот волна, то вверх, то вниз. На самом деле, график имеет вот такой вид. Одна точка минимума. Одна точка минимума. Объяснение простое. Если бы у нас были вот такие здесь колебания, я туда-сюда, да? То получалось бы, что некоторое значение, у, получалось бы при скольких значениях аргумента? Два или более. Два или более. Два или более. Это значит, у какое-то, а ему соответствует понимание без наказательства, что график вот такой. С единственной точкой минимума. С единственной точкой минимума. Это мы построили без К график. А если здесь присутствует в правой части еще вот эта слагаемая минус К, что произойдет с этим графиком? Совершенно верно вы показываете. Среди них есть график, который касается оси R. Я в них не смести. Это, по сути дела, мы построили график какой? V квадрат. Можно сказать, что здесь уже не ось у нас, а V квадрат. А теперь, как говорят, допуская вольные встречи, надо извлечь корень квадратный из этого графика. Из этого графика. Ясное дело, что извлекать корень можно только с той функцией, которая не отрицательна. Значит, давайте выделим здесь те участки, где функция это положительная. Вот, 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 вот произошло касание, а потом надо брать только вот этот участок, вот этот участок, вот этот, а здесь вот такие вот участки. Хорошо, значит, начинаем извлекать корень квадратный из этой, из каждой из этих функций. Здесь самое важное. Итог нашей работы, значит, это R. А когда мы извлечем корень, то получится уже V, скорость. Значит, есть тут линия, которая касается себя. Когда мы извлечем корень квадратный, значит, получится вот так вот. Тоже будет тут одна точка. Вот так вот. Мы можем не в арифметике, а в алгеге. Значит, плюс-минус симметрия. Так. И так. Так, если возьмем ту функцию графика, которая все время положительная, вот здесь вот, то извлечем корень вот так вот получится. Так. Вот эти фрагменты я не называю, вы видите, которые вот справа, точка касания. Значит, здесь функция V квадратный возрастает монотонно, извлекаем корень квадратный, тоже получится возрастающая функция и симметрия, да? Плюс-минус, да? А здесь я забыл, мне сказать, симметрия. Так. Все, извлекли корень полностью или нет? Нет, еще раз, но с левой части. Да, вот тоже вот еще вот есть кусочки, которые соответствуют убывающей функции V квадрата. Когда есть убывающая функция, извлечем корень, то вот, и тоже будет убывающая. Вот так. Так. И плюс-минус, значит, вот так и вот так. И вот у нас получился фазовый портрет, который описывает поведение Вселенной в модели Фримана. Вот если это, кажется, описывает поведение маятника, и здесь мы можем увидеть все пять возможных типов движений. Два положения равновесия, вращения, да, колебания, движения по сепаратрисам. То вот эта картинка изображает, или выражает, отражает эволюцию Вселенной в модели Фридмана. Вот, несмотря на то, что построение этой модели было сложно, но непросто, нельзя его объяснить. А вот итоговая картинка, она допускает простую наглядную интерпретацию. Так, теперь давайте смотреть, чему это соответствует. Чему это соответствует. Здесь можно выделить три типа траекторий. Там у пять для маятника, а здесь три типа траекторий. Во-первых, обратимся вот к этой траектории. Пусть мы находимся вот здесь, вот, Тес-сорин. Точка. Тес-сорин. Это значит, наша Вселенная имеет некий размер и некую скорость. Оказывается, что это невозможно. Вот такое движение, такая фазовая траектория невозможна. Потому что, если мы обратимся в прошлое, вот, вот здесь, по времени, как происходит событие, смотрите. Сверху я должен, да, поставить вправо, вверх или внизу? Вверх. Вверх. Потому что R положительно, вернее, артельный оборот. Скорость положительно, вот, извлите точку. Скорость положительно, значит, R возрастает. Значит, движение вот так происходит. По времени, эволюция. А если мы обратимся в прошлое, вот, вот, вот у нас было какое состояние, мы убедимся здесь с вами, что вот на этой траектории радиус всегда был положительным и был отделен от нуля. Вот здесь нет, на этой траектории нет малых значений радиуса. А согласно концепции Большого взрыва, вот, вся Вселенная родилась с одной точки. Вся масса была с этой точкой, радиус был бесконечно малый. Значит, эта траектория, вот эта начальная точка отпадает. Ее не может быть. Ее не может быть. Следующая точка. Вот эта, эта точка соответствует нулевой скорости. Нулевой скорости. Значит, Вселенная стоит, замерзла. Но она сейчас у нас расширяется, радиус растет. Значит, эта точка тоже отпадает. Отпадает. Тогда возникают, остаются другие возможности. Вот здесь еще. Вот, скажем, здесь. Вот, может, наша Вселенная находиться на этой точке. Что происходит здесь? Это согласуется с тем, что в начале, если мы вернемся в прошлое, вот, туда ведем, то, что у нас радиус был бесконечно малым. Соответственно, теория большого взрыва, значит, эволюция была какой Вселенной? Сначала был радиус маленький, потом радиус увеличивается, скорость уменьшалась, вот до этой точки. А дальше радиус продолжает увеличиваться, и скорость неограниченно растет. Значит, если мы находимся в точке Т1, то Вселенная будет неограниченно расширяться. Вот. Если в такой сценарии вырезается, то Вселенная неограниченно будет расширяться. И все быстрее и быстрее. Это так, для точек Т1 и для точек Т2. Это одно и то же. Просто разная будет эволюция скорости. Если в этой точке, то у нас скорость будет замедляться, уменьшаться, вернее, расширение будет уменьшаться, а потом снова начнет расширяться все более и более. Так, следующий вариант какой? Точка Т3 давайте возьмем. Я должен смотреть, что он не успеет. Так, точка Т3 вот здесь, вот на этой траектории. Т3. Опять же, эволюция по времени вот в этом направлении. Опять же, почему скорость положительного штата увеличивается. Посмотрим на эту траекторию. Значит, с ходом времени радиус будет увеличиваться, мы идем вправо. Скорость расширения будет замедляться, она будет все меньше, меньше, меньше и меньше, и тогда получится, что у нас Вселенная будет все время ограничена. Мы помним, что вот движение по сепаратрессам здесь бесконечно. Здесь бесконечно. То есть, Вселенная будет расширяться бесконечно долго. Но ограничена не будет. Вот здесь она неограниченная радиуса. Неограниченная радиуса. А здесь ограничена. И, наконец, осталось просмотреть эволюцию Вселенной. Если в начальный момент вы находитесь вот здесь, Т4, точка Т4, что будет здесь происходить? Опять движение по ха-смитрею до него. Значит, радиус будет увеличиваться? Да. Скорость... Что будет происходить со скоростью? Уменьшаться. Да, скорость уменьшаться будет. Произойдет следующее. В некоторый момент времени расширение прекратится. Вселенная не достигнет каких-то размеров. И после этого начнется сжатие. Значит, три варианта эволюции Вселенной.